Если только в десятке, или можно как-то с внешним людьми, когда возникает, поработает по этим методикам? Нет, я не думаю, что можно разрешить их как-то иначе, кроме как только в десятке. Когда мы обсуждаем в десятке очень конкретно, чётко, кратко, и когда мы выясняем всё это, то этим мы себя выстраиваем. Нам это выгодно. Нужно радоваться тому, что есть разногласия, и то, что мы можем быстро, кратко, по делу обсудить их, принять решение и продолжать. Италия 1. В разногласии международной противоположностью какова роль мира и любви? Мир и любовь – это то же самое? Мир и любовь – это результаты правильного решения разногласия. Когда мир – это действие от слова «шлома» – «восполнение», а любовь – это то, что появляется уже в совершенном полном клей. То, что у нас состоит из двух частей. Есть там желание получать, желание отдавать, отличие между ними, ненависть между ними и так далее. И над всем этим есть экран, отражённый свет, и тогда объединение и постижение, и любовь. Фокус-группа. Откуда приходит стремление сразу же разрешить разногласия, вместо того, чтобы расти и развиваться? Я не понял вопрос. Не понимаю. Потому что, с одной стороны, это подобно больному, который говорит, «Я немножко болею». «Дай-ка, давай этой болезни дадим развиться больше». И тогда станет понятнее, что с ней делать. Но если я уже сейчас могу всё исправить, почему нет? Когда раскрывается разногласие, мы сразу вскакиваем на это и пытаемся соединить это, как-то разрешить, не дать им место. Разногласия, которые раскрываются, раскрываются свыше для того, чтобы мы правильно к нему отнеслись, чтобы мы себя вокруг него выстроили, вокруг этого разногласия, для продвижения. Так почему нужно пренебречь возможностью продвижения? Если раскрывается разногласие между ними и товарищами, естественно, устремление сразу соединить это, не дать этому… Ты не можешь соединить, потому что это плюс и минус. Тебе нужно постараться подняться выше, оставить и плюс, и минус, а между ними наверху, выше, выстроить то, что потом будет называться вера выше знания. Творец пробуждает разногласия? Конечно, кто еще? Творец разрешает разногласия? Нашими усилиями. Мы прилагаем усилия, а Творец разрешает их. На каком этапе в разногласии происходит обращение к Творцу, усилие к нему? Я думаю, что это должно быть изначально. Ну, для того, чтобы у нас был фундамент для обращения к Творцу, мы понимаем, что нужно обращаться к Творцу, чтобы Он разрешил противоречия и поднял нас вместе выше разногласия. Поэтому мы должны прояснить все наши основы и обращаться к Нему. И поэтому молитва здесь — это самое главное. И как только мы ее реализуем и поднимаемся наверх, то вновь раскрывается разногласие, но уже на более высоком уровне. И так постоянно. И что остается от мнения каждого? Мы разрешили разногласия, и поднялись над разногласиями? Все эти мнения остаются. Мы не чувствуем в этом никаких изъянов. У меня свое мнение. У него другое мнение. А мы поднимаемся каждый выше своего мнения, и мы рады, что мы можем подняться, потому что когда-то, когда мы в состоянии подъема выше отличия между нами, мы достигаем нашего источника Творца. Это источник всего, что происходит между нами. Спасибо. Понятно.